сегодня хочу вам рассказать про очень-очень пикантную но интересную тему про могилу иисуса вы спросите могила иисуса здесь почему мы не в храме гроба господня а все потому что этот район армона нациф который находится в 4 километрах от старого города подготовил нам массу сюрпризов 70 80-е годы иерусалим переживал строительный бум и во время строительства проживавший неподалеку здесь юноша сын экскурсовода обнаружил эту древнюю еврейскую погребальную пещеру он позвал археологов которые начали заниматься здесь раскопками одним из археологов которые здесь активно занимался этой археологической деятельностью был иосиф гад который кстати умер вскоре после раскопок так и не опубликовав то что они здесь нашли его вдова впоследствии говорила что до последних своих дней он верил в то что нашел настоящую могилу иисуса на асуариях до древних погребальных коробках были найдены надписи из 10 асуариев на 6 были древние надписи на армейском языке еще а бар йосеф иисус сын йосефа иуда бар ешуа иуда сын иисуса были такие же имена как мириам мария и с одной стороны это обычные классические распространенные еврейские имена для евреев того периода для иудеи того периода но с другой стороны такая комбинация этих имен в одной семье связанных с одной и той же погребальной пещерой это наводит на интересные мысли большинство археологов в мире и даже в израиле не признали и не захотели раскручивать эти находки некоторые боялись просто волны антисемитизма которая могла подняться в мире вследствие этой находки но есть несколько археологов которые до сих пор считают что эта пещера действительно могла быть той самой пещерой были найдены также останки которые по требованию религиозного лобби израиля сразу же были перезахоронены где никто толком этого не знает в 2007 году был снят документальный фильм симха якубович и джеймсом кэмерон симха якубович это канадский журналист еврейского происхождения которого в девять лет увезли из израиля жить в канаду он известен своими документальными фильмами про интересные археологические находки именно поэтому в 2007 году вместе с джеймсом кэмероном они сняли фильм под названием могила иисуса в тальпиоте и этот фильм облетел весь мир многие археологи и в мире и в израиле не согласны с этой версией но есть и такие которые считают что в этом что то есть такая комбинация имен в одной погребальной пещере просто так оказаться не могла я напоминаю мы находимся в четырех километрах от старого города то бишь от древнего иерусалима хоронили как известно за крепостными стенами и в принципе напрашивается вопрос почему ни в одном путеводителе нету альтернативной могилы иисуса почему нигде мы об этом не видим ни слова и где же на самом деле находится эта пещера так вот ответ простой пещера находится прямо под моими ногами она забетонирована и никаких табличек здесь нет в принципе эта находка ставит под вопрос многие постулаты христианства потому что в могиле найдены надписи на суарех о том что у иисуса был сын и о том что у него была жена и в принципе те кто боялись волны антисемитизма после того как это публик опубликовалась бы были могли быть правы и посреди спального района между домами находится место о котором местные жители скорее всего тоже не знают так же как не знают об этом многие во всем мире так что приезжайте в иерусалим район армона нации в 150 метрах от овощной лавке бета пирот прямо между домами альтернативная могила иисуса